Попробую еще на одну тему дать развернутый ответ, так как у меня есть еще один абонент с очаровательным ником Skums. Я так понимаю, этот ник был взят не случайно, и поэтому его комментарии такие достаточно едкие, что, в общем, я вполне могу понять и принять. Так вот, в его комментариях можно встретить такой типичный шаблон восприятия реальности, который встречается в каждом третьем комментарии особо таких патриотично настроенных россиян. Мысль, которую он высказывает и остальные, и же с ним, это, так сказать, забота в кавычках о европейском обществе, что оно вымирает, что оно само себя уничтожает. И, в первую очередь, самая большая примета этого уничтожения, это то, что существует проблема в кавычках беженцев. Так вот, я назвал этот ролик «Беженцы – это хорошо», и попытаюсь объяснить, почему я так думаю, и почему так думают очень многие мои коллеги и друзья. «Беженцы – это хорошо». Значит, в эту страну каким-то образом попасть. В это я, конечно, не верю, такого никогда не будет, и поэтому, раз мы столкнулись с такой ситуацией, то что делает в данном случае мое государство и как старается воспринять эту проблему? Первое, что нужно четко понять с начала этого разговора о том, что в Европе большая демографическая проблема. Европейское общество – это общество стариков. Средний возраст, вот я сейчас скажу страшную цифру, но это на самом деле так, средний возраст в Германии составляет 55 лет. То есть, около 60 лет – это такой среднепроживающий человек. Что это значит? Это значит, что люди живут очень долго, хорошая медицина, отличное питание, хорошая экология, отсутствие стресса, защищенности. В общем, все то, что способствует долгожительству. В результате люди живут очень долго. Человек старше 80 лет, далеко за 90 лет здесь – это норма. Очень много людей, кстати, доживают вполне спокойно до 100 лет. А вот рожать эти люди не хотят детей. То есть, они детей в свое время не завели. На 4 немецкие пары приходится один ребенок. В других странах, в Испании, в Италии, это проблемы еще больше. То есть, там на 5 пар один ребенок. Вот представьте себе, 5 нормальных пар, полных пар мужчин и женщин, и они, 5 пар, имеют одного ребенка на 10-х человек. Такая приблизительная проблема. Значит, европейское общество очень старое. И когда можно зайти в любую фирму, где ищут молодежь на Лернштейле, это, как сказать, это такие места, где ищут учеников. Штулеры, слесари, помощники пекарей, помощники врачей, шофера. В общем, все-все. Такое среднее звено. Такие профессии, на которых не нужно специально студировать, заканчивать университеты. Вот требуется, требуется, требуется. В три этажа лежат объявления. Людей найти не могут. Почему? Просто потому, что 20 лет тому назад эти люди не родились. Места, необходимость в этих людях есть, а людей этих нет. И поэтому я, кстати, в очередной раз говорю, почему я вообще делаю весь этот блог и все эти ролики. Меня часто спрашивают, почему я так, значит, негативно отношусь к России. Я замечательно относился бы к России. Не к сегодняшней, конечно. Конечно, моя мысль, которую я хочу донести, заключается в том, что если страна не в состоянии обеспечить своих молодых людей, здоровых, сильных, умных, достойной жизнью, то есть другие страны, где в этих людях есть необходимость. И эти люди, которые задумываются об эмиграции, они, может быть, наткнувшись на мои ролики, задумываются об этом еще серьезнее. Так вот, примите тот факт, что в Европе и конкретно в Германии большая нехватка молодых людей. А в странах Ирана, Ирака, Ливии и во всех этих странах там средний возраст 25-30 лет. То есть, как и должно быть. Рождается очень много детей, и люди не живут сильно долго, и вот там демографическая картинка такая, какая должна быть. А в Европе она очень сильно сместилась в сторону пожилых людей. Поэтому правительство и Ангела Меркель, в том числе, у них есть все эти данные, они прекрасно все это видят, и они понимают, что Германии и остальным европейским странам необходим приток новой силы. Конечно, возникает вопрос и страх, и особенно русские люди думают, что все, которые идут сюда, это все потенциальные террористы. На самом деле это не так. Люди во всем мире хотят одного и того же. Они хотят хорошо жить, они хотят хорошо питаться, они хотят иметь хорошие вещи. И 98% из вот этого всего числа, это действительно люди, которые просто хотят жить по-человечески, прожить свою жизнь, родить детей, построить дом и так далее. То есть то же, что мы с вами. Есть, конечно, среди них отдельные идиоты, помешанные на религии, замороченные всякими пропагандой еще, бог знает чем, которые занимаются террористической деятельностью, хотя я, кстати, считаю, что она не настолько уж страшна, как ее раздувают. И прекратите думать о том, что в Германии сидят полные конкретные идиоты, и они просто готовы этим людям давать деньги. Ну вот просто потому, что они такие добрые дядечки, им больше нечем заняться. Это неправда. Здесь дают пособие, но при этом ставят условия. То есть человек, который получает пособие, он должен ходить изучать немецкий язык, он должен ходить на курсы языка. Условие такое, ты ходишь на курсы, ты получаешь пособие. Перестал ходить на курсы, перестал получать пособие. Все, баста, точка. Дальше, по окончании языковых курсов ему тут же предоставляют рабочее место. А то, что я сказал, мест на вот такую неквалифицированную рабочую силу предостаточно. И он идет учеником на завод, он идет крыть дороги, он идет учиться на шофера. И попадает в немецкую машину, где его так аккуратненько, аккуратненько, но перемалывают и ставят ровненько. И одно из двух, либо он будет работать и будет получать свои деньги, либо он будет депортирован. И каждый месяц есть каналы, специальные каналы и газеты, где вы можете найти информацию, сколько людей было депортировано. Вот в последнем месяце, между прочим, в январе, было депортировано большое-большое количество иммигрантов. И был отчет в Бундестаге, сказали, сколько таких, которые решили, что они здесь будут просто получать деньги и сидеть за счет государства. Теперь второй очень важный момент, финансовый момент, который всех очень волнует. Все считают, что государственный кошелек от этого беднеет, что мы просто сердцем отрываем, так сказать, и отдаем каким-то чужим людям, кормим их за счет того, что они получают пособие. Здесь нужно сказать и четко понять, что в Германии из года в год профицит бюджета. То есть бюджет превышает то, что планируется, не дефицит, а профицит. Соответственно, денег в Германии много, люди платят налоги, коррупции нет, воровства нет, армия очень незначительная, финансирование армии минимальное, повышать пока они ничего этого не хотят. Соответственно, денег в стране много, деньги должны работать, деньги это актив. Если деньги будут просто лежать, никакой пользы они не приносят. Теперь представим себе, что у вас приезжает какое-то количество граждан, которые хотят жить в вашей стране. Вы им даете минимальное количество денег, вы их не обогащаете, вы просто даете минимальное количество денег, которые они начнут тратить в вашей же стране. То есть эти люди, которые пришли с рюкзаком, пришли, кстати, очень многие приходят даже с небольшими накоплениями своими собственными, они должны здесь снять квартиру, купить себе мебель, купить себе посуду, купить себе лампочки, подержанную машину, одежду, обувь и так далее. Все это они будут покупать здесь у немцев, которые это производят. Поэтому нужно понять, что то пособие, которое им дается, оно же таким же замечательным образом, опять же возвращается в немецкие магазины. Поэтому ничего страшного не происходит. Эти люди не получают такие бешеные деньги, что они могут себе открывать какие-то счета и там переводить тысячи и тысячи. Они получают действительно минимум на продукты, на то, на прочее. И, как говорят экономисты, ага, волна иммиграции, волна беженцев, сразу хороший толчок, сразу хороший стимул для внутреннего потребления, для внутренней экономики. И поэтому фрау Меркель это прекрасно понимает. И поэтому фрау Меркель это делает. Снимаются квартиры, которые годами стояли пустые, покупаются дома, которые дешевые, их нужно ремонтировать, эти дома ремонтируются. Покупаются подержанные машины, то есть вот этот средний класс заполняется ниже среднего. Те бюргеры, которые здесь родились, живут, а их уже это, извините, не интересует. Они уже не бросаются на все эти дешевые товары. А тем не менее для производителей есть потребность эти товары производить. Поэтому беженцы, по большому счету, ничего страшного в экономике они не творят. Единственный страх, который остается, это, естественно, страх от того, что они не смогут интегрироваться, от того, что будет различное отторжение от вот этих различий в религии, в культуре. Но поэтому и делают акцент, конечно, на детей. И поэтому те семьи, у кого есть дети, или те семьи, которые показывают себя готовыми жить в этом обществе, они, конечно, получат преференции, все остальные так или иначе с каким-то промежутком времени будут депортированы. Кстати, после войны немецкое общество тоже собиралось из огромного количества разных людей, наехавшись сюда из Турции, из Италии, из Марокко, из Алжиры, откуда только сюда не ехали, из Польши очень много людей. И они создали то общество немецкое, которое мы сейчас имеем, то общество, которое процветает и которое очень пестрое. Посмотрите на футбольную немецкую команду, посмотрите на немецких политиков, посмотрите на немецких телеведущих, певцов, актеров. Среди них огромное количество людей с чертами, но явно не этнические немцы. Тем не менее, они здесь живут, они считают себя немцами, они болеют за эту страну, они достигают спортивных результатов, они делают это телевидение, которое мы имеем, делают эту музыку, делают вообще эту страну. И нужно понимать, что давным-давно Германия – это не страна именно тех немцев, которых нам там писали в книгах. И те, кто здесь живут и смотрят по странам, они действительно скажут, да, здесь очень много людей разных национальностей, точно так же, как в США. Поэтому бояться того, что сюда приходят какие-то чужие люди, не стоит. И более того, у нас нет механизмов, которые бы мы могли этому что-то противопоставить. По той самой причине, что нас самих здесь мало. По той самой причине, что мы сами не озадачены проблемой иметь больше детей. Средний европейец, чтобы сравняться сейчас с, или, скажем так, исправить проблему с демографией, должен иметь 7-10 детей. Покажите мне человека сейчас немца, который согласен иметь семерых детей. Нет таких. Раз нет таких, значит, будьте готовы к тому, что вы будете воспитывать детей, которые будут приходить со страны. И наша задача максимально их интегрировать и показать им, что не все так плохо, что при наличии доброй воли можно очень хорошо сотрудничать вместе. И поэтому тем отдельным людям, которые просто фанатично орут беженцы, это плохо, беженцы разрушат Европу, вот мне хотелось бы сказать, а подумайте, какая есть альтернатива. Ну какая есть альтернатива, что убивать их, что нужно сделать, чтобы остановить этот поток, прекратить войны. Ну да, вот ООН пытается прекратить войну, а русские летят и бомбят Сирию там. И это будут еще какие-то места, где люди будут бежать от этого. И если уж мы говорим, что мы люди 21 века, мы должны понимать, что существует такое понятие, как гуманизм, и нужно показать, что есть кто-то, кто готов протянуть этим людям руку помощи. И нельзя просто закрыть глаза и сделать вид, что этого не существует. Это существует, это наш новый мир, это наши новые реальности. Вот такая картина, поэтому ничего тут не поделаешь, это будет именно так. И наша задача максимально интегрировать тех людей, которые неизбежно будут идти в сторону Европы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!